Всем привет, с вами Priya. Механика Warforge вещей и Titanforge вещей касательно колоссального повышения item-левела вещей уже доступна очень долгое время. Она немножко накаляет игроков, так как просто, например, выполнив какое-либо локальное задание или сходив в поиск рейда, можно выбить себе вещицу почти такого же или даже такого же item-левела, как в Mythic Raid. Это не особо классно, это не особо круто и вообще это ни к чему. На текущий момент времени в игре было бы классно, если максимальным ограничением к прибавке шмота было плюс 10 в Warforge и не более того. Blizzard походу услышали мольбы игроков касательно этого и в первой сборке обновления 8.3 есть некая механика corrupted колец. То есть это те вещи, которые заражены, испорчены. У них есть механика увеличения дэмэджа, также на них есть встроенный дебаф какой-либо. Суть заключается в том, как высказываются разработчики, что мы наблюдаем нападения прислужников Нзота на кузни титанов по всему свету. И стоит задаться вопросом, а не могут ли эти нападения на кузни титанов как-то изменить природу кованых титанами предметов? Хочется, чтобы их вообще убрали к чертям эти кованные предметы, да и все. Но в рамках текущего видосика мы просто рассмотрим абсолютно все corrupted кольца. Всего их 8 и их положительный эффект схож. То есть повышение дэмэджа, повышение отхила на 2%. Дэмэдж отхил, дэмэдж отхил, дэмэдж отхил, дэмэдж отхил, дэмэдж отхил, дэмэдж отхил, дэмэдж отхил. На 2% у всех абсолютно. И они идут по статам мастери и хаст. 350 искусности, 160 скорости. Да, это тестовый мобчик на ПТРе, у которого можно абсолютно все купить. Но если рассмотреть рейдовый дроп, то мы можем увидеть 4 таких колечка. Куда подевались еще 4? Вопрос весьма хороший. Я все пересмотрел, пересмотрел сложности и не нашел их. Увы. Ну может их позже прикрутят в таблицу лута. Наша главная задача просто посмотреть эти дебафы на текущий момент времени. И подумать, где они могут в меньшей степени оказать на нас негативный эффект. Первое кольцо. Face the true. Лицо правды. Его дебаф заключается в том, что рядом с вами появится жуткий свиток. Который можете видеть только вы и другие игроки с такой же порчей. С таким же кольцом имеется в виду. Каждую секунду, пока вы не смотрите на этот свиток, он наносит вам какое-то количество единиц урона. Если он нанесет вам урон 5 раз, вы почувствуете страх на 6 секунд. Окей. Если у вас есть антифир, можно игнорить эту механику. Если вы РДД, то я думаю сдвинуться в позицию такую, чтобы вы стояли перед этим свитком и видели его своим лицом. Очень легко. Если вы милишник, то этот свиток может заспауниться не в самом приятном месте. И скорее всего вы даже как-то дэмэдж потеряете. То есть, я думаю, это колечко больше применимо для каких-то ранжей, которые могут почти всегда менять свою позицию. Следующее кольцо. Last Grasp. Последнее схватывание, последний захват. Когда вы убиваете противника, на его месте появляется щупальца, которая постарается атаковать вас хваткой бездны. Я думаю, это кольцо больше будет применимо в соло-таргет босса какого-либо. Потому что если вы будете убивать мопцов каких-либо, суть дебафа заключается в том, что скорее всего он будет срабатывать в тот момент, когда вы будете наносить ласт хит по мопцу. И в этот момент будет вылезать хватка бездны. Ну, в соло-таргет идеальное колечко. В мифик плюс я не думаю, что оно будет применимо, если вы будете как-либо экзекутать цели. Но я думаю, щупальца будет быстро умирать и хватка бездны не особо такая сильная по своему дэмэджу. Так что колечко вроде бы относительно неплохое. Оно не имеет каких-либо больших штрафов и все прекрасно. Третье кольцо. Мазохистик. Мазохист, грубо говоря, вольный перевод. Когда у вас остается менее 20% здоровья, вы провоцируете находящихся рядом противников атаковать вас в течение 5 секунд. Для танка в мифик плюсах это полезно. Для танка в рейдах, если на офф танке висит на текущий момент какой-то сильный дебаф и нужно сбросить стаки, и до сброса стака остается 1 секунда, и у вас становится 25% хп, вы забираете при этом на себя босса из-за прока дебафа кольца, и по итогу босс агрится на вас, еще делает какой-нибудь клиф в рейд, и на вас обновляются стаки, это будет крайне неприятно. В общем, использовать на свой страх и риск, и только в те моменты, когда у вас не может быть менее 25% хп, так как если вы снизите свое количество хп, играя за рдд, и находясь при этом рядом с боссом, это будет фатально для вас. Один удар по куму, либо рдд, особенно при 25% хп, это труп. Мезмерайзинг. Гипнотизирующий. Когда вы наносите урон заклинаниями и способностями одинаковым противникам, ваша скорость передвижения понижается на 5% на 6 секунд, эффект суммируется до 10 раз. В принципе, в каком-либо бою, где очень много мобов, это не особо как-то будет считаться дебафом, то есть все прекрасно, вы мультидотаете, вы кливаете, вы наносите дэмэдж разным целям, и в принципе все замечательно. Например, если вам не нужно кайтить мобов, играя за танка, то тоже все замечательно, и можно юзать это колечко. В общем, применений много, и дебаф его не такой уж прям оскверняющий, и не так сильно бьет по механике персонажа и механике ведения боя. Ого Конфидент. Самонадеянный. Получив избыточное исцеление, вы игнорируете следующие 130 тысяч исцеления в течение 10 секунд. Танкам запрещено юзать это кольцо. Вспоминается модификатор переполняющий, который был в легионе, но потом во второй половинке легиона его просто-напросто убрали. Очень негативное кольцо. Стоит ли его вообще юзать, играя даже за обычного дамагера какого-либо, я не думаю. Хилом тоже не особо-то есть смысл юзать колечко. В общем, очень страшный дебаф. Если вас хильнут по итогу избыточным исцелением, то 10 секунд вы будете стоять без отхила. По факту, если в течение следующих 10 секунд вы не планируете получать большой дэмэдж, то это кольцо можно юзать. Но если вы играете танком, то, как уже было сказано ранее, полный запрет на ношение этого кольца. Revel in Violence. Наслаждение жестокостью. Убивая врагов, вы упиваетесь своей жестокостью, теряя возможность передвигаться на 6 секунд. Грубо говоря, нанося астхит по мобу, вы обездвиживаетесь на 6 секунд. Если мобы не водятся, если мобов не нужно куда-либо переводить в какую-либо другую сторону комнаты, то все прекрасно и можно это колечко спокойно юзать. Если в вас не летит какой-нибудь Shadow Bolt, если в вас не летит какая-нибудь Void Zone, то все прекрасно и колечко хорошо себя покажет, штраф его не такой жестокий. Spontaneous Fury. Спонтанная ярость. Периодически случайный противник становится целью вашей ярости. Пока вы в ярости, урон, наносимый другим противником, уменьшается на 10%. На АОЕ это не особо-то хорошо себя покажет. Solo Target мы это можем юзать. Если мы будем юзать это в какой-либо клиф-ситуации, то нам придется свичнуться в тот таргет, в котором в итоге частичка нашей ярости находится. Ну, такое спорное колечко, в принципе-то оно хорошо себя покажет на Solo Target, но оно уменьшит наш клиф-дэмэдж, АОЕ-дэмэдж, на 10% при своем проке. А это не особо-то весело. Thing from beyond. Вещь, предмет, тварь извне. Рядом с вами периодически возникает потусторонняя тварь, которая атакует вас. Порча повышает ее скорость передвижения. Непонятный дебаф, но судя по описанию, мы будем получать дэмэдж. Эта тварь будет нас кусать, и она будет увеличивать свою скорость передвижения по мере повышения порчи. И по итогу нам придется кайтить этого моба. Короче, крайне негативное кольцо, и я не думаю, что его кто-либо будет носить. Судя по такому рассуждению и по такому написанию дебафа, не хотелось бы лутать такое колечко. Изменится ли система Titanforge? Вопрос хороший. Но та система, которая внесена на текущий момент времени с этими corrupted кольцами, это уже интересно. Надеюсь, Titanforge загнется, его больше не будет в этой игре, и в обновлении 9.0, которое уже будет являться следующим дополнением, Titanforge система уйдет из игры полностью. Всех вам благ, счастья, здоровья. Желаю в луте видеть только хорошие, полезные кольца с минимальными дебафами. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует...